Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Марокко, Маврикий, Хорватия, Албания и Великобритания. 9 стран в июне возобновляют авиасообщение с Россией. Уже сейчас, по данным аналитических сервисов, число запросов на отдельные направления выросло в 20 раз. Лето наступило, и россияне начали активно искать варианты проведения отпуска. Старт дан, поэтому основное настроение жителей Самарского региона – все хотят отдыхать. У нас есть открытые страны, есть прямые вылеты из Самары. В частности, вот сейчас у нас выполняется программа «Самар-Ларнак», это Кипр. Выполняется программа в Каир и выполняется программа в Объединенные Арабские Эмираты. Однако настроение в туристической отрасли остается выжидающим, ведь перелеты в самую любимую россиянами страну для отдыха, Турцию, приостановлены еще на три недели. Отсутствие ключевого конкурента подстегивает многие российские курорты играть на ценах. Местами прайс на отеле, по словам тура операторов, вырос в два, а то и в три раза. Из Турции, чтобы вы понимали, это 5-6 миллионов туристов за год. Мы же можем предположить, что это масса, куда она поедет? На наш юг. Что будет? Повышение цен. Есть даже сайт, правительство создало, где можно написать жалобу на какой-то объект размещения, который непомерно завышает стоимость на свои услуги. Впрочем, желание вырваться из привычной рутины оказалось сильнее. По оценкам рост туризма, рост турпотока в этом году по сравнению с ковидным летом составит 20-25%. Помогают отрасли и программы кэшбэка для внутренних туристов. Воспользовались ею в общей сложности уже более полутора миллионов россиян. Условия те же. Оплата тура карты «Мир», отдых в отеле не менее двух ночей. Государство компенсирует 20% расходов, но не более 20 тысяч рублей. Плюс на путевке в детские лагеря в этом году появилась госдоплата 50% от стоимости. Из плюсов пандемии – открытие новых российских курортных точек. Например, повышенным интересом у туристов стал пользоваться 63-й регион. Самара, да, относится к открытиям туристов. У нас есть и на группы запросы, и на туры запросов в Самару. И те люди, которые приезжают к нам, они очень приятно удивлены и задают такой вопрос, почему вы раньше скрывали, что у вас такой красивый регион, что у вас есть пляж в центре города, что такая прекрасная Волга, что так есть много чего посмотреть. Сами самарцы активно осваивают, помимо традиционного юга и столицы, такие отечественные направления, как Бурятия, Алтайский край, Карелия, Башкирия и Байкал. Охотно берут путевки в Калининград, Мурманск и Тюмень. Напомним, сейчас россияне свободно могут путешествовать в 26 стран, причем для отдыха в Абхазии и Албании ПЦР-тест на ковид не нужен. А Армения, Грузия, Хорватия, Болгария, Кипр и Греция готовы принять тех, кто прошел вакцинацию спутником ВИ.